Всем привет! Записываем короткое обучающее видео к лекции по устойчивости системы автоматического управления. На этот раз мы будем проверять задачку, которая решена в лекции с помощью математического моделирования. Задача выглядит вот так. Давайте ее быстренько соберем. Соответственно, у нас есть источник входного воздействия, есть возмущающий воздействие. Они линейные. Для этого входим в источники и ставим первое воздействие. Пускай это будет F от T. В свойствах 0,05 на T. Соответственно, коэффициент при B равняется 0,05. Отлично. Следующее линейное воздействие это входное воздействие в нашу систему X от T. Здесь у нас оно 0,1 от T. 0,1 от T. Отлично. Теперь собираем эту систему. Давайте попробуем, чтобы она всегда была открыта. Сделаем вот так. Значит, сумматор. Сумматор у нас вот выглядит таким образом. Можно. Это у нас с вами 0,1 T. Соответственно, мы его давайте тоже подпишем, чтобы было подписано X от T. Отлично. Дальше. Передаточное звено с коэффициентом 12. Соответственно, это обычные динамические блоки у нас находятся здесь. Это у нас обычный интегратор. Как вы знаете, в 7-Тек все интеграторы могут содержать в себе одновременный коэффициент. Поэтому 12 мы просто записываем в качестве свойств. Коэффициент усиления. 12. Далее. Идем дальше по схеме. Следующий у нас сумматор, в который входит линия, идущая от входного воздействия после интегратора. Возмущающая воздействие и обратная связь. Звено у нас с двумя обратными связями. Для этого мы используем вот такой вот сумматор, в который добавляем еще одно. Еще один порт. Еще одно слагаемое. Таким образом, у нас получилось три слагаемое, которые соединяются в блок. Следующий блок. Звено общего вида. Динамические. Звено общего вида. Подключаем сюда. Смотрим, что у нас происходит. У нас в звене общего вида нам нужно завести вот эти коэффициенты по возрастанию. Там, где у нас 24, у нас будет просто 4. Там, где у нас 0, это в степени, у нас будет 2. И последний коэффициент у нас единичка. Теперь в числителе у нас 10 и 10. Здесь все достаточно просто. 10 свободный член, 10 коэффициент приятельств. Отлично. Закрываем, сравниваем. Все абсолютно одинаково. Дальше здесь обычный усилитель. Обычный усилитель, это у нас простой оператор. Вставляем его сюда для удобства рисования. Повернем порты на 180 градусов. Коэффициент усиления минус 0,2. Коэффициент минус 0,2. Сделаем первую обратную связь. Делаем вторую обратную связь. И давайте сделаем вывод. Соединяем воздействие обходное. И поставим, пожалуй, вывод данных. Вывод данных. График мы поставим на выходе. И график поставим на установившейся разности. Разность мы как раз получаем между заранным воздействием и результатом работы. Функции, которую мы получили. Давайте вот так его подключим. Отлично. Файл сохранить проект. Вроде мы собрали все, что есть. Первое. Найдем управляющее воздействие. Если у нас возмущающее воздействие, его равно 0. Для того, чтобы занулить возмущающее воздействие, до этого достаточно в верхней части, это первый, сделать 0. Таким образом, сигнал, который идет от возмущающего воздействия, будет равен 0. Запускаем на расчет. Конечное время достигнуто. Смотрим, что у нас получается здесь. Ух, идет рост, потому что у нас линейное возмущающее воздействие. И смотрим, что у нас с возмущающими. Оп. Видим, что она у нас после нескольких колебаний приходит к пятитысячным. Проверяем решение, которое мы получили с помощью математики. Двигаемся, двигаемся сюда. И видим, что ровно это решение мы получили в лекции. Да, теория автоматического управления работает, и мы только что это проверили с помощью структурного моделирования сементек. Как бы это удивительно не звучало, но ответы совпадают. Пойдем дальше. Так, далее. Найдем ошибку по установившемуся воздействию. В этом случае мы 0 введем на входное воздействие, а вот это возмущающее воздействие мы оставим. Для этого вот так нам нужно заменить 0 на 1, чтобы ввести в систему возмущающее воздействие. Чтобы занулить вход, мы в сумматоре первое значение тоже заделим 0. Все. Запускаем систему на расчет. Начинаем смотреть, что у нас с переходными значениями. С переходными значениями у нас 0. После неких колебаний мы вышли 0,04. Здесь минус 0,04. Ну понятно, у нас входное значение 0. В это, поскольку обратно мы получаем отрицательное значение, значит рассоглавие сование у нас отрицательное. Так, давайте посмотрим, чему оно равно точно. Это можно сделать двумя способами. Курсор. Вот мы наводим курсор. И в ближайшей точке нам показывает значение. 4,1,6,5,5,2. Понятно, это выходное воздействие. 4,1,6,6. Вот оно здесь как-то в каких-то последних знаках колеблется. И, соответственно, курсор для второго графика. Мы видим ту же самую величину с минусом. Вот она, ближайшая точка. 4,6,6,6. Это все понятно. Давайте же посмотрим, что мы должны были получить. Математические преобразования. Передаточная функция. 4,1,6. 2,0,4,1,6. То, что мы имеем на этих графиках, можно, победившись еще следующим образом, подключить символы. 4,1,6. Так что и в этот раз наша с вами математическая модель совпала с тем, что получено путем вот таких математических выкладок. Да? Как бы это ни было удивительно, это тоже работает.